Мы находимся у дворца бракосочетания на улице Свердлова. После трехлетнего капитального ремонта, сегодня он вновь открывает свои двери. Поэтому переживают все. Это волнительное событие как для самих работников ЗАГСа, так и, конечно, для молодоженов. На открытие дворца сегодня, как никогда, собралось много народу. Мы ожидали, что будет много приглашенных, но масштаб такой не могли представить. Конечно, не ожидали такого. Очень-очень приятно, и это честь для нас. Молодожены сегодня, конечно, главные виновники торжества. Поэтому вместе с мэром разрезают красную ленточку. Наталья и Игорь – обычная ярославская пара. Он водитель-дальнобойщик, она учитель-вогопед. Их случайное знакомство привело к свадьбе. Проезжал в перекресток, увидал свою будущую жену прямо на перекрестке. Все женил. Руспись, обмен кольцами, поцелуй. Церемония не меняется. Эта традиция остается. Меняются дни и сами люди. Расписаться в день города выпадает не всем. Хотя, признаются молодые, регистрацию брака именно в день рождения Ярославля они не планировали. Так совпало. Но это, говорят, вдвойне приятнее. Тем более, когда преподносят такие сюрпризы. Был холост я, и жил ей Богу, как дурак тебе не то, имею дом и свой очаг. Жена, она, одна от Бога, мне дана и с ней одно или счастье и покой. А всем гостям на память об открытии дворца и первой церемонии маленькие сувениры. Финальный аккорд торжества «Белые голуби», которых выпускают в небо на счастье. Яна Хромова, Александр Быков, городской телеканал.